На Северокавказской железной дороге завершился месячник безопасности на железнодорожных переездах. В Ростове-на-Дону акция прошла на переезде зоологический сад 1221 километр. С 28 марта большинство ростовчан пересели на электропоезда. Стартовал новый этап проекта «Городская электричка». 15 лет отметил любимый всеми северокавказскими железнодорожниками эстрадный ансамбль народной и авторской песни «Вербахлёст». Об этих событиях расскажем в ближайшие 10 минут. С вами программа «Ритм дороги» в студии Эдуард Раткевич. На железнодорожных переездах ростовской дистанции пути северокавказской дирекции инфраструктуры последнее ДТП произошло в марте 2015 года. Но водители продолжают нарушать правила дорожного движения на переездах. По этой причине для проведения рейда безопасности и профилактической акции выбрали железнодорожный переезд «Зоологический сад 1221 километр». Один из самых напряженных в Ростове-на-Дону. Пока в ожидании поезда переезд «Зоологический сад» закрыт для автомобилистов, работники из КЖД спешат раздать памятки водителям. На листовках свод правил, как вести себя на опасном железнодорожном объекте. Напоминания лишним не будет, уверены железнодорожники. С 25 февраля проводятся совместные рейды с сотрудниками ГИБДД. Проводится профилактическая работа, направленная на снижение недопущения количества дорожно-транспортных происшествий. Направлены обращения в администрации районов, в автопредприятия. Анализ аварийности показал, все происшествия на переездах происходят по вине автомобилистов. Только с начала 2016 года на Северокавказской магистрали произошло 9 ДТП. И несмотря на то, что это на 5 случаев меньше, чем в прошлом году, в авариях 5 человек получили травмы и двое погибли. Если говорить о причинах, допущенных дорожно-транспортных происшествий, значит, в первую очередь, конечно, несоблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств. Надо понимать, что переезды охраняемые есть, неохраняемые, регулируемые. Значит, в любом случае, вся ответственность, в первую очередь, лежит на водителе транспортного средства. У дежурных по переезду свой рейтинг самых распространенных нарушений. Чаще всего водители из-за спешки игнорируют элементарные правила безопасности, говорят работники. Пытаются проехать на красный свет, когда загорается светофор. Не соблюдают выезд переезда, если пробка, они все равно пытаются заехать на переезд, когда это строго запрещается. Мы пытаемся остановить водителей перед шлагбаумом, чтобы они не заезжали на переезд во время большого столпотворения машин, когда впереди пробка. Участники рейда проверили техническое состояние переезда, подходов к нему, а также наличие документов и инструкций. И даже после окончания месячника профилактические акции во всех регионах Северокавказской магистрали обещают продолжить. Кроме того, запланированы внезапные совместные рейды с ГИБДД по выявлению нарушителей. В рамках проекта «Городская электричка» с 28 марта изменено расписание ряда пригородных поездов в границах Ростовской области. Кроме этого, назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать исключительно по территории города. Поезда будут делать остановки на всех ключевых станциях городской чертехода электрички утром и вечером. Часы пик, когда транспортные артерии города не справляются с потоком машин. Передвижение на железнодорожном транспорте заметно сократит время на поездку с одного конца Донской столицы в другой. Вместо привычных одного или полутора часов добираться до места назначения можно будет за 15-30 минут. Например, утром поезд отправляется со станции Ростов-Западный в 7.49 и прибывает на станцию Кизитеринка в 8.38. Жители Батайска также получили возможность быстро и комфортно добираться не только до вокзала Ростов-Пригородный, но и до других ранее недоступных им остановок в черте Донской столицы. Для этого согласованы и откорректированы маршруты следования поездов Староминская, Орловка-Кубанская, Ростов и Ростов-Лихая. Также дополнительно с 28 марта назначены городские поезда Ростов-Кизитеринка, Кизитеринка-Ростов-Западный, Ростов-Западный-Ростов. Мониторинг Департамента транспорта показал, что наблюдается стабильный интерес к перевозке пригородами электропоездами именно в городской черте со стороны ростовчан. На 2016 год прогнозируется рост перевозок. В количественном отношении в 2015 году перевезено 2 миллиона пассажиров, в 2016 прогнозируется еще 300 тысяч. Студенты и школьники в период обучения могут купить билет со скидкой 50%. Еще одно преимущество городской электрички – быстрота хода. Поэтому большинство пассажиров, а это около 20 тысяч ежедневно, которым приходится курсировать через весь город, выбирают электричку. Мы готовы реализовать с максимальным пополнением составов перевозку пассажиров в черте города. Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день в черте города порядка 15-20 тысяч мы усиления компании перевозим. С экономической точки зрения, при увеличении пассажиров потока мы в 2-3 дневный срок готовы пополнить составы. Чтобы развивать городскую электричку, железнодорожники намерены отремонтировать ряд пассажирских платформ на остановочных пунктах. К концу 2016 года на 1337-м километре будут расширены и удлинены две из них. Однако есть и нерешенные вопросы. Это обеспечение подходов и подъездов пассажиров к нашим остановочным платформам. То есть на сегодняшний день эта работа ведется с представителями районов. Мы выезжаем на те или иные остановочные площадки, рассматриваем, понимаем, какой объем работы нужно сделать городу, понимаем, какой объем работы нужно сделать железной дороге. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте Северокавказской пригородной пассажирской компании, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД». 8 800 775 400. Звонок из любой точки России бесплатный. Во Дворце культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный прошла творческая встреча, посвященная 15-летнему юбилею эстрадного ансамбля народной авторской песни «Вербахлёст» и 60-летию его руководителя Николая Колесникова. Песни разных жанров и эпох, народные, казачьи, эстрадные, а также авторские, созданные руководителем ансамбля «Вербахлёст» Николаем Колесниковым. Его творения в репертуаре многих известных творческих коллективов и сольных исполнителей по всей России. Причем исполняют песни ростовчанина далеко за пределами Донской столицы. Песельному творчеству ансамбля аплодировали зрители Франции, Испании, Ирака международного конкурса «Славянский базар». Конечно, это удивительный коллектив, наверное, это жемчужина не только нашего дворца, но, я думаю, даже юга России, потому что удивительный сам по себе репертуар этого ансамбля, потому что в основном он состоит в большинстве случаев из песен Николая Николаевича Колесникова. Он автор, композитор, который пишет на стихи нашей замечательной донской поэтессы Елены Камышной, на стихи других замечательных поэтов, которых донских в том числе. Эти песни напоены таким поэтическим текстом, в том числе есть и стихи самого Николая Николаевича. В этот вечер со сцены звучат любимые зрителями песни «Гимн Тихому Дону», «Берегите Россию», «Железнодорожный вальс», «Атаман молодой», «Реченька колдунья». Ведь концерт в этот раз юбилейный, причем дважды эстрадному ансамблю народной и авторской песни «Вербахлёст» исполнилось 15 лет, а руководителю коллектива Николаю Колесникову 60. Мы раньше работали в профессиональных коллективах, и вот время идет, прошло много лет, и мы решили организовать именно свой коллектив. Когда я написал песню «Ковыльное счастье», это была первая из песен написана. И писал специально для Таисии я ее, и когда я услышал, как она ее спела, и сегодня будет на концерте она звучать, и я так понял, что надо создавать коллектив. Солистка Таисия Разгуляева, супруга Николая Колесникова. Соответственно, в этом творческом и семейном дуэте всегда полное взаимопонимание. Ансамбль «Вербахлёст» – желанный гость на концертных площадках не только ростовского региона, но и всей Северокавказской железной дороги отмечают гости торжества. Ни один праздник, будь то День железнодорожника, День Победы или 8 марта, не обходится без исполнения полюбившихся песен ансамбля. Среди десятков поздравлений для юбиляра Николая Колесникова одно из самых дорогих – выступление дочери. В качестве подарка Анна исполнила акробатический этюд. В копилке коллектива многочисленные награды и звания, дипломы лауреатов международных конкурсов. В планах на будущее радовать публику новыми песнями, а может быть даже создать новый творческий проект. Делятся мечтами участники ансамбля. А на этом у нас все. Берегите себя и стремитесь к лучшему. Удачных вам путешествий по железной дороге. Увидимся, как всегда, через две недели.